Сегодня утром жители Арамиля, проходящие по дороге на работу или на автостанцию через мост по улице 1-го мая, заметили в высете под мостом множество дохлой рыбы. Да и нельзя было не заметить. Запах был всепоглощающий и чуть ли не сбивающий с ног. Тут же вспомнили, что рыба дохлая или полудохлая приплыла под мост еще вчера вечером. Мы вчера пришли и смотрим, что рыба вся дохнет, бьет туда. А больших, может, такая самая была. Большая, да? Большая, как называлась? Подлещик или лещ? Не знаю, что с вчерашнего дня, говорит, вечером, с вечера пошла такая вещь и все. Сегодня вот утром было вообще, это самое, рыба и все усеяно с утра. Кое-кто из местных рыбаков, из тех, что не боится заразы вчера вечером, пока рыба была еще полудохлая, умудрился этим воспользоваться, наловил. Например, дедушка вот этой девушки. Ну, вчера он приходил, ходил на рыбалке, много рыбы поймал, я говорю, что так много поймал. Он говорит, всплыла, я говорю, так она отравленная, наверное? Он говорит, нет, нет, говорит, то, что она сейчас откуда-то сверху, что ли, плывет, то, что там то ли что-то спустили в воду, то ли что, не знаю, я толком не знаю. Ну, отравили, вот, сами видите, я спула. А отравленную рыбу можно? Нет, конечно, даже кошки у нас нельзя. Вчера же во второй половине дня плывущая вверх брюхом рыба была замечена и в Чусовой, под Первоуральском. С обоими случаями по траве разбираются специалисты Государственного комитета по охране окружающей среды. Чаще всего подобные случаи связывают с промышленными вредоносными сбросами в реку. Если таковые подтверждаются, нарушителями занимается природоохранная прокуратура. Штрафуют, возбуждают уголовные дела. Специалисты производят заборы проб воды, анализы делает лаборатория в Екатеринбурге. Здесь же изучают и рыбу. Местные жители Варамиле даже предположить не могут, что могло произойти со всеми этими лещами, подлещиками, карпами и чебаками. Но все говорят о некоем промышленном сбросе. Я вижу, что сегодня что-то дохлая рыба плывет. Говорит, дохлая рыба плывет. Ну, пропало, что-то, видно, ей не годится. Предположительно, откуда стома спустит. А я не знаю это. Откуда она, оттуда тебе спустит. А я откуда знаю, где там что. А что она дохнет? Или что, с завода что спускает? Ну, кто-то, видимо, что-то сброс. А откуда, предположительно, может быть сброс? Где-то там, может, то есть только где-то там. Надо сказать, подобным образом рыба в Арамиле дохнет чуть не каждый год. То в Исети, а то в тамошней мелкой речке Арамильке. И телевизионное агентство Урала об этом каждый год рассказывает. Местные жители тоже делятся воспоминаниями и впечатлениями. Кто-то видел сам, кому-то опять же дедушка рассказывал. Ну, я не знаю, ну, я говорю, как дедушка вот рассказывает. Он у меня рыбак, он ходит. И вот не раз уже было то, что рыба тут сплала. Редактор субтитров А.Семкин